так ребят всем привет если помните последнее видео по постройке ревер страйка у меня были проблемы с подвеской в общем какая ситуация вот я соединил рычаги нижний у нас уже полностью готовый уже он даже погрунтованный верхний рычаг у нас немного не соосный здесь у нас соосность есть здесь у нас тоже все становится на свои места а здесь у нас получается такой косяк просто упирается в стенку мало того еще и немного согнута не так как надо на этом ракурсе четко видно то что подшипник даже не попадает в отверстие сейчас будем решать эту проблему вы само собой такая же фигня и на второй стороне в общем сейчас будем решать эту проблему поехали так продолжаем строить в общем здесь у нас все соосно все четко работает и здесь я уже сделал нижнюю часть полностью соосно что сделать верхний рычаг с рычагом немного пока по времени поскольку у меня сейчас уже закончилась труба дюймовая завтра поеду покупать новую трубу но так я выставил все четко на своих осях дальше вот если помните вот это вот часть у нас было недоварено вот я сейчас приварил сюда такую пластиночку все теперь цельная такая массивная рулевая тяга я думаю согнуться она точно не должно мало того еще здесь надо будет укрепить стеночку для того чтобы еще держалась ступица бы сама ступица держится за вот эту площадку и она еще не закреплена до конца то есть она на четырех таких провара хороших дальше вот второе колесико вот у нас от этой части еще не провалено сейчас буду проваривать все будет окей так же сама проварил какие-то так в общем сделал я новый рычаг это уже четвертый будет становиться еще до конца не уверен возможно даже некоторые части придется переваривать в общем есть большое подозрение на то что какая-то шайбочка с какой-то стороны может не стать скорее всего что вот как раз вот здесь вот слишком маленький зазор получился но это из-за того что постоянно сварку сварка ведет это все когда прихватывал вместе шайбами она все держала как шоу в общем в общем он такие вот дела не знаю еще попробую это все как-то засунуть сейчас для того чтобы оно все стало без малейших усилий ну или хотя бы с минимальными для вас нет небольшой спойлер по фонда и жук купил я наконец-то диск задний и резина резину заднюю и переднюю лучше у нас имеется такой у нас диск это подозреваю это фольксваген потому что разболток опять на 112 диск достался буквально в новом состоянии человек с него хотел стол сделать ну что-то руки не дошли и он продал за 500 рублей есть небольшие косяки конечно по нём вот резина резина дун дун лоб 250 40 18 вообще честно говоря даже не знал что бывает такой размер ну честно случайно он попался вот 240 вот 250 буквально немного шире ему возможно даже немного выше это уже хорошо дальше чего такая вот резина бридж то он это 130 80 18 я думаю на докатку должно стать идеально достаточно широкая резина читая это у нас будет наперед мне кажется очень даже неплохо будет смотреться вот такие у нас обновки здесь уже на трубогибе и огнул трубу это у нас будет вилка не очень конечно получается но возможно еще как-то подправим то есть у мелочи ну а сейчас будем собирать его на колеса обратно суставить на все места и надо все это проверить как она будет работать и еще один косяк даже не косяк у нас не хватает дней некоторых деталей во первых между подшипниками распорной втулки одной точно не хватает возможно двух вот здесь может еще тоже не хватает это раз во вторых нету еще гаечки но это тоже надо будет поискать где-то на рынке там гаечки очень большие кстати становятся вот такие гайки у меня их три штуки все разные ну по резьбе они все подходят конечно вот такие дела в общем сейчас соберу одну гайку не буду ставить поставлю на колеса что получится место его поставил уже на эти колеса вроде чё тут подумать 4 рычага прикрутить на самом деле пока каждый болтик вот это прикрутишь очень много времени тратятся на это все за счет того что оси везде все одинаковые теперь легенький стал ну как в подвижности при том еще в наклонах тоже буквально вот одной рукой его телепаю вот но все равно и он держится получается на своих колесах ровно становится я честно говоря думал при такой подвеске он будет постоянно заваливаться как мотоцикл обычный ну то есть постоянно он будет где-то искать ну возможно это еще играют роль ширина колес дальше такой вот нюанс из-за того что у нас такие вот рычаги сейчас буду отпиливать этот вот часть вот эту часть на той стороне тоже буду все это подрезать здесь вот уже от отпилил это для того сделано для для того чтобы он наклонялся больше поскольку вот этими его частями рычагу он просто упирался вот эти усилиющие уголки даже здесь посмотреть уже начинают упираться сварочный шоу и он у него упирается вот такие дела сейчас будем это все подрезать убирать дальше еще есть такие вот нюансы вот здесь это уже вырезал такую стенку и здесь поскольку это рычаг поворота вот туда упирается сейчас покажу вот для того чтобы был максимальный вырыв выворот надо делать максимально его вообще в идеале его вообще убрать на самом деле тут такой выворот он буквально на месте будет разворачиваться но на видео может быть это не сильно так заметно но я вам скажу выворот здесь каждого колеса больше чем на обычном мотоцикле плюс еще допустим наклон часто конечно наклон никакой по сути какой-то то конечно есть наклон за счет прореза сейчас мы сделаем еще больше наклон вот такие дела короче сейчас буду вырезать очень короче поставлю его на колеса покатался так немного по двору какие впечатления хороший выворот реально очень хорошо помогает реально чтобы развернуться полностью на месте два-три маневра реально больше не надо в общем я сейчас покатаюсь по двору вы это все сами увидите вот такой у меня моднявый руль поскольку другого не было поэтому так вот в общем по ощущениям ну так сказать накатом идет очень просто это специально для тех хейтеров которые горящую лишь не потянет типа такого мотоцикла или что-то в этом роде я вам если я накатами шел просто ногами без усилий здесь и обычный мотор и жесткий потянет без проблем и сотку поедет без всяких напрягов единственное что ему сказать точно к управляемости этого мотоцикла надо привыкнуть поскольку он не ведет себя так как обычный мотоцикл там наклоне он там уходит в поворот здесь в наклон когда уходишь он еле-еле поворачивать вообще вот чуть-чуть но стоит немного рулем чуть-чуть подать и он сразу уходит без проблем но вот это реально чувствуется по раме я еще не все по подрезал не все части не везде еще под очищал вот это вот все надо сделать вот здесь еще тоже они не дорезал поскольку я это все скрутил кучу надо это все делать без рычагу такие дела могу точно сказать накатом идет очень просто 4 то что будет трехцилиндровый мотор я думаю будет тянуть без проблем нужны только хорошая тормоза бери и остановлю попробую еще остановить такую дорогу из-за того что она такое тяжелое все получилось проблема будет торможение конечно в общем следующим этапом я думаю уже пора устанавливать мотор на раму мотор уже лежит полгода вот и получается за эти полгода уже нету одному карбюратора если заметили поскольку я его дал покататься одному человеку на еже ну и само собой я зиму ему там немного задолжал за его труды это так сказать мой сварщик тот который мне бензобак варил вот ему и подсуетил карбюратор дальше шо у нас тут еще крышку я нашел то что реально мне подойдет поскольку она с такой вот фигней с выходом вот таким вот я кстати заметил что крышки вот эти и юпитеровские они обычно все такие выйдут и больше хотя и на планете наверно такие же самые единственно что крышка вот это вот крышка это шо хромированная они бывают двух размеров есть широкая есть узкая мне как раз вот она вот максимально широко это все выдвинуть для того чтобы закрыть датчики с крышкой мне уже так сказать повезло и самая главная проблема остается как же вывести эту звезду на эту сторону для того чтобы она тянула цепь этим вопросом надо еще задаться я еще решаю этот вопрос еще неизвестно как это все будет делаться но мотор я наверно уже поставлю на мотоцикл завтра я просто для чего хочу это все сделать мотор сам нелегкий где-то 50 чем-то килограмм наверное но для сравнения я когда брал вот этот мотор трехцилиндровый и honda вский мне даже показалось honda вский намного легче хотя он по высоте больше анталины большие ну в общем говоря надо поставить мотор посмотреть как будет вести себя подвеска месяц мотора как ребята новый день я отсоединил заднюю подвеску поскольку она до конца не готова решил поставить тормозной суппорт сделал я такую площадочку ее надо как-то приварить вот этой вот части внутренней для того чтобы она держала сам суппорт в общем самое сложное уже сделал приварил такую вот пластину полностью ровно все идеально сейчас ее надо усилить для того чтобы когда тормоза нажимал вместе суппортом она никуда не отлетела так вот проварил в общем полдня уже варю уже вода наверно красная короче лучше я наварил насчет внешнего вида я особо не старался поскольку это нижняя часть подвески моя задача сейчас сделать так чтобы это все было герметично по максимуму возможно еще буду в дальнейшем это все шпаклевать но не факт в общем у меня здесь были основные три прута вот один прут второй прут и третий прут я просто между ними приварил пластины 5 миллиметров толщиной конечно не добавилось немного веса ну ничего страшного из прутов варить такую консольную подвеску это намного проблематичней чем чем допустим из трубы сейчас покажу вот я делал подвеску тоже консольная по такому самому принципу крепления под суппорт тормозной делалось это все дюймовые трубы ну в некотором роде делать дюймовые намного проще но есть свои нюансы допустим найти трубогиб чтобы сделать вот такой изгиб это очень проблематично не каждый за это возьмется по крайней мере мне сделали два куска трубы верхний и нижний на одном трубогибе вот буквально вот до сюда дальше была просто ровная труба здесь уже вырезал сегментами и сгинал так как мне надо возможно даже он будет и легче хотя тоже такой массивный приварила такой отказы рвок дополнительный так сказать упор проварил с двух сторон я вам скажу это больше чем достаточно для того чтобы она никуда не делся с суппорт сейчас оберу кучу покажу как это все выглядит так колесико в сборе немного трет но это просто из-за того что колодки новые ну и мало того суппорт бушный я брал он как бы рабочий но в любом случае сюда буду ставить новый поскольку там уже резиночки все давным-давно потресканные все направляющие тоже там по моему изношены в общем любом случае надо брать новый суппорт это суппорт кстати со скутера с какого-то не знаю скит из китайца ну в принципе его хватает чтобы остановить такое колесо со таким вот диском кстати диск я тоже поменял меня их было три штуки я их брал запасом по 150 гривен диск поставил другой из-за того что старый диск какой-то он мало того что он изношенный сильно так он еще и крыловатый общем колесико крутится его еще кто-то красил этот суппорт чей диск тормозной кто-то красил на не знаю ну возможно даже это к лучшему поскольку я смотрю краска стирается и он почти почти новый благодаря тому что еще подшипники тут уже подпаленные и смазки там уже тоже особо нету подпаленные за счет того что варил я это все и снять их нельзя было но подшипники я скорее всего что тоже буду менять буду брать новые они недорогие по 50 гривен обычные подшипники в этом магазине главное чтобы по размеру подошли бы я когда-то брал они всегда есть в наличии ну такие дела так поставил я мотор на место пока только зафиксировал на одну вот эту вот шпильку сплошную почему так потому что вот здесь вот основные так сказать крепления я смотрю немного она сместилась возможно просто мотор не стал на место то есть он сейчас немного податлив немного больше стоит в правую сторону на каких-то там 5 миллиметров наверно в общем это все надо будет исправить вот основные крепления те на которые раньше ставил мотор на эту раму они немного даже рассверлены но задача какая надо сделать вот такую толстую железяку у меня она только одна в общем как я сделал это мне случайно одна досталась такая толстая наверно с ранних моделей на этой части еще крепился вал до которого крепилась коляска я получается его срезал из-за толщины металла я его оставил вот такое у меня получился для чего это нужно в общем я хочу сделать чтобы ножки были вот здесь родные где-то вот здесь вот они крепятся я так уже делал на одном мотоцикле его прав продал вместе с этими ножками полностью но буду делать точно по такому же самому принципу ну и скорее всего так вот две возьму заварю их по кругу полностью и будет тоже такая же самая толщина металла в общем ребята я так подумал крепление мотора и подножки для ног буду делать следующей серии поскольку это может затянуться надолго это раз а во вторых это часть будет всем полезно для тех кто хочет посадку так сказать чоперов с выходом ног вперед в общем более подробно я покажу это следующей серии но на этом этапе я так думаю будем заканчивать поскольку уже больше ничего не не расскажешь в общем все ребята всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал